здравствуйте с вами Ольга пока мои розочки спят я хочу немножечко рассказать о козах о том что я с ними делаю потому что есть некоторые нюансы есть некоторые моменты хотелось с ними с вами поделиться если не хотела поговорить о теме в шее я думала что тоже эта тема меня никогда не коснется но так получилось что когда я только завела себе коз моя соседка по деревне тоже завела коз и попросила у меня козла где-то без задней мысли как бы талая козла она просила на один день я отдала она одежде своего козла по неопытности водона попросила потом еще на второй день его потом два или три дня этот уг�� на меня там сосредки жил вот и когда я превела своего козла его конечно не узнала но это был мой опыт которому я конечно все равно благодарна благодарна того что у меня был этот опыт жизни потому что но как-то когда ты слушаешь кого-то ты не так это все остро воспринимаешь как когда с тобой происходит и когда с тобой это происходит ты уже точно утверждаешься в какой-то мысли и также я утвердилась то что я больше никому никогда своих козлов не дал вот он пришел ужасно грязный вонючий и сашами продавшие я увидела не сразу я же даже как бы подумать овшах не могла но через какое-то время я стала замечать что он чесался что ли я не помню что я увидел он стала что-то замечать за ним так как это было три года назад поэтому я плохо помню уже вот но я помню что через несколько месяцев я у него обнаружила вшей я долго думала и когда вы откуда они могут у меня появиться потому что мы тогда дом купили хлев был давно ну в хлеву давно никто уже не жил то есть никаких вшей там естественно быть и могло то есть там несколько она уже десятка лет как никто не держал никого и естественно как бы ну у меня они взяться просто лентарно не могли ниоткуда у меня все козы были чистые на вот ну и до меня тут дошло что вот а там как ну не очень аккуратный человек вот и я поняла что овши мы шею мы принесли оттуда вот но была тогда ближе к зиме так как гон у козлов осенью охота косу осенью а вот соответственно через пару месяцев это уже зима я обнаружила когда указал своего уши уже было но поздно до обрабатывать зима и тогда конечно перерыла кучу информации много всего начиталось но нашла для себя единственное средство энтомозан но энтомозан это надо его полностью обливать поливать то есть но не годится зимой облить козла и он просто у меня напросто замерзнет потому что конечно помещение не отапливаться домой его естественно к себе не принесу но вот и я стала ждать весну весну я его обработала энтомозаном но из-за того что я соответственно прождала какой-то период времени козел у меня все равно с кем-то пересекался периодически с козами и у меня у маленьких тоже козлет которых я тоже купила тоже обнаружились вши а вот и пришлось мне тогда всех коз своих купать замучилась я тогда ужасно с этим энтомозаном но выхода него но многое что предлагали люди кто-то и от собачьих блох шей кто-то еще четко я уже не упомню всех названий этих средств но я помню что был еще такой момент когда на люди советовали посыпать серой шеи сера да ну вообще не поверила в это чудо средства думала ладно попробуем такое что вот уж точно энтомозан помог и все потом тут как-то увидела в очередной раз осенью как-то вот весенний осенний период и так поняла самое благоприятный для для распространения вшей опять осенью я увидела на своих козах вшей тогда я очень опять перепугалась испугалась думал что же делать опять уже поздно было их купать и как раз мне на глаза попался ролик своей заказка канал своей заказка там она рассказывала о том что она посыпала серый от шеи и что я это средство помогло я тогда думаю точно попробую я ну что все равно чуть-чуть терять либо весной уже обработаю ну а сейчас попробую серый тоже обработать взяла обычную кормовую серу и вы не поверите я была просто в таком шоке потому что сера реально помогла сера помогла надолго вообще сера помогла просто превосходный я не ожидала такого результата просто не ожидал я обработала всех своих коз козлов я обработала помещение как раз мы тогда убирали навоз я все просто посыпал этой серой кормовой то есть это дешево сердито и безопасно для животных для меня для всех и мне так понравилось и вот я сейчас хочу тоже рассказать об этом чудесресы потому что но она я говорю безопасные она безопасно для животных для людей не прямо очень помогло это если стопроцентный результат вот и тут вот я сейчас показываю что я обрабатываю своих козлов как раз я тут увидела нас коза у меня чистая на козлах вот увидела потом на одном козле только увидела буквально пару вша шей то есть небольшое количество буквально две штучки у меня там ползали но решила не надо ждать надо обработать все это дело хорошенько так обработала серы берем кормовую серу я не помню сколько она стоит напишу посмотрю сколько стоит напишу видео вот и и просто посыпаем вот мне хватило одной пачки на одного козла то есть одной пачки вот это я полностью надо втирать как бы в кожу под шерсть чтобы это все было они потом отряхиваются мне кажется еще больше это все везде распространяется в основном все находится как-то на холке я обратил внимание вдоль позвоночника но когда их немного когда много они уже конечно переходят везде вот и все это посыпали через две недели надо повторить эту манипуляцию потому что на яйца сера не действует действует на уже больших насекомых вот и все и сера при том насколько я поняла действует длительно а самое главное что мне еще понравилось что удобно с этой серии то есть обычно дальше у нас получается осенью когда холодно уже и когда плевать чем-то вообще не безопасно животное а вот и мне понравилось что серый сыпи сыпешь там не надо мочить животное то есть она никак от этого не заболеет ему не станет от этого холодно или плохо а вот поэтому очень понравилось вот поэтому я очень хочу с вами поделиться вот этим средством что она действительно работает что не надо поливать козу там этим эндомазаном это ужасно неудобно поливать этим эндомазаном а серы это просто превосходно пошел быстренько их обсыпал эти этой серы через две недели повторить этот процесс и все и все ходят все здоровые никто не мерзнет и всяких шеи вот а что кратенько так хотела рассказать об этом средстве что обязательно имейте у себя кормовую серу на всякий случай потому что это реально работает реально помогает я действительно в это не верила я не верила пока не испытала на своих собственных козах очень очень сильно помогло очень здорово но все с вами была ольга до свидания